Улыбайся, Артем. Как ты? Все хорошо, все нормально. Приехали смотреть. Уже второй день мы здесь. Как тебе обстановка, атмосфера? Ну атмосфера провоцирует побороться с кем-нибудь, но этого не надо делать. Руки болят. Тренировки. Как твое самочувствие? Насколько я знаю, у тебя неделю назад болел? Да, я отравился неделю-полторы назад. В целом все нормально. Тренировки так же идут, как у нас. Вес у тебя упал, да? Вес упал чуть-чуть. Восемь. Что за фото было на 140 килограмм, которые раньше выкладывал какое-то время назад? Это было в январе месяце, но там я просто объелся. Решил испугать. Да, там я действительно был тяжелый. Может быть не 144, но 140 плюс-минус будет. Потому что зима, приходилось кушать немного. Ну и базу делал, тренировался. Ну вот эти перелеты, которые сейчас есть и которые мы планируем, как на тебя будет влиять. Ты относишься это нормально или как-то сбиваешься из тренировочного процесса? Ну, в любом случае сбиваюсь, потому что оборудование, которое у меня есть, я к нему уже более привыкший. Чуть-чуть сбиваюсь. А так перелет никак не влияет на меня. То есть я летаю спокойно. Наоборот, эмоционально заряжаешься, новым настроем. Да, мне летать в принципе нравится. Ну, что скажешь по поводу тренировок? По весам и на каком уровне сейчас? По весам на уровне таком, на котором я не был никогда в принципе. То есть идет по нарастающей? По нарастающей, но я не форсирую. Нормально. Можно добавлять еще больше, но не форсирую, чтобы не травмироваться. Для подготовки с Ливаном, то есть для Ливана что-то особое ты готовишь? Какие-то новые упражнения или там добавил? Или все по старой схеме? Конечно добавил, во-первых. Но я добавил то, что уже делал. Просто все новое, хорошо забытое, старое. Вот добавил упражнения, которые раньше делал, которые работали на мне. И борьбу нужно добавить еще больше. А как насчет спарринг-партнеров твоих? У тебя как? В порядке? Ну, есть. В принципе, просто их нужно всех собирать, как-то умудриться в одном месте. Ну, не планируешь таким образом делать день, как у Дениса. Планирую. Собираются раз в неделю, они все должны все дела оставлять, приезжают, чтобы планово делали, чтобы всем удобно было по тренировкам, по дню, по часам. Планирую. Планирую. Ну, надо организовать это. Планирую. Ну, надо либо это суббота будет, либо воскресенье. В воскресенье выходной единственные у людей, поэтому вряд ли суббота, скорее всего. Суббота вечер. Да. После работы все пришли и повороли. Зал есть, все есть для этого. Столуха три штуки. Группу сделайте и все. Скидывайте информацию, кто будет там, как у нас мы делаем. Все. Постараемся собрать. Что думаешь по поводу сегодняшних поединков? Начнем с Девона и Гемы. Ну, я понимаю, что для нашей команды нужно, чтобы Девон победил. Да. Ну, я за Геном болею. Потому, что добро должно быть так зло. Ну, просто Даларак очень много позволяет. Почему? Там уже шутит. Почему он считает его злом? Нет, не считаю злом. Это тоже как шутка просто. Просто шутка. Ну, он просто шутит жестко сам. Ну, есть такое. Ну, как ты думаешь, Девон Кинг Мув будет использовать или нет? Сто процентов. В первом раунде или втором? Или попробует сперва идти, ну, раскрыться, а потом на своем внутреннем, так скажем, переключении попробует поддержать или как? Ну, я думаю, он попробует бороться нормально, но у него не получится и ему придется бороться с Кинг Мув по 5. Как с Джоном Борзен там было тогда. Да. Он обещал, что не будет его использовать, а в итоге в первом же раунде пошел на Кинг Мув. Ну, самый жесткий Кинг Мув был с Чаффи. Ну, самый, да. После этого вот его стиль. В арсенале добавилось вот это движение. Ну, как говорится, на войне все средства хороши, поэтому правила он не нарушает. Ну, да. Поэтому здесь уже такое дело. Надо побеждать. Что скажешь по поводу Виталика и Тобиаса? Ну, Виталик выиграет сто процентов, я думаю. Ты думаешь, вот тот вес, который набрал Тобиас и ту форму, ему не хватит? Ну, со мной, когда боролся, столько же весил. Сто тридцать два. Я тогда приврал, что сто тридцать два веса и сто двадцать четыре было. Мы когда взвешивались, ну, типа взвешивались, там весы на самом деле. Ну, короче, не будем секреты раскрывать. Я просто сказал, что я сто тридцать два веса, а на самом деле было сто двадцать четыре. Ну, энгин объявил, что сто тридцать два. И тогда не ощутил я силы Тобиаса. Ну, уже набрал за это время, скорее всего. Ну, не могу я сказать, набрал или нет. Вот. Ну, за сегодня это видно. Ну, видно будет. Что скажешь по поводу Кедергали и Иракли? Вот мне очень интересно вот, например, этот бой. Ну, Кедергали, я думаю, за счет технических моментов все-таки выиграет. Я думаю, что Иракли, он физически, может быть, бицепс у него сильнее, но у Анпу Кедергали пальцы, кисть, отведение, все вот эти вот штуки пронатор, они гораздо лучше. И плюс выносливость. И выносливость, да. Все-таки, ты думаешь, Бока все равно не будет хватать у Иракли, да, против Кедергали? У него Бока, мне кажется, прям, Бок не такой сильный. Ну, он набрал последний период, хорошо. Ну, у Кедергали Бок тоже хороший, если у него, его травма старая, не будет беспокоить плечо, у него Бок вполне. Что скажешь по поводу Арифа и Георгии? Ну, если Гога будет натягивать хорошо, они сразу лезут со старта в крюк, потому что Ариф, он расслабленный стоит. Он расслабленный стоит, и когда соперник туда ныряет в крюк, ему проще всего просто он падает в бок с натяжкой. И ему проще, как он так с Александром Гитало первый раунд выиграл. А у Александра Гитало кисть хорошая, намного лучше, чем у Георгия на тот момент была. Сейчас не знаю, как у Гоги, с кистью. То есть я ему сказал, если ты будешь натягивать его, и уже оттуда с натяжки не туда заворачивать, а вот сюда, тогда будет лучше. Или верхом, в принципе, уже пробовать. Ну, там мы будем контролировать ситуацию, подсказывать. Да, по факту видно будет, куда пойдет уже рука, от этого будем отталкиваться. А скажи мне, вот уже второй день мне эту футболку одеваешь, как тебе футболка? Нравится тебе? Мне нравится, какой-то сидит. Дизайн. Сидит хорошо. И качество. Не пахнет. Хотя уже тренировались, не пахнет. Хорошо. Хорошо, Артем. Тогда все. Спасибо. Дай мне здоровья. Ну как? Давай, давай пару продолжений. Артем, я обещал секретные упражнения показывать. Сейчас покажем. Давай, сейчас. Это ты в Казахстане придумал? Али? Ну вот. Как его? Во. 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 Вес добавляется. Чем больше народ сюда всядете, тем лучше. Это от сборов с Анным Спортом, когда занимался это упражнение? У воевода, пацаны. Да. У воевода бабслей. Это не сами тянет. Угу. Это как разогревы, да? Ну. А ты таким образом пробовал? Поясом кимоно скидываешь куда-то с уголками и своим телом работаешь. Я иногда делаю. Очень хорошо помогло. Было дело, когда полегче было. Нет. Здесь процесс именно такой разогревочный. То ли на выносе, чтобы забиться. Это ты специальную руку ставишь. Красиво было. Левая рука. Нет. Всегда так примечательно. Ха-ха-ха. Как Аполлон делаешь. Просто она болтается если не. пока... Непонял. Не, не нарушила твоя рука. Ну, не нарушила. Непонял. Знаете? Поехали. 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 Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровским. Отпустили. Приятно. Приклеил. 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 Приклеил.